Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я постараюсь рассказать интересно про RxJava, RxCotlin для андроида. Что это, зачем. Эта презентация может быть интересна новичкам. Новичкам не только в андроиде, но в целом на мобильной платформе, на iOS, например. Если раньше не работали, потому как базовая часть будет вводная, и она общая для всех языков. Причем не только для мобильных, но также для C++, для Scala, для C Sharp, для Python. То есть эта библиотека достаточно такая вот не кросс-платформенная, но одни синтаксис, которые используются на этих платформах, очень похож между собой. Разобравшись в одном языке, как оно работает, вы с легкостью сможете использовать это в другом языке программирования. Сегодняшняя презентация будет состоять из нескольких частей. Прежде всего, что такое реактивное программирование, из чего оно состоит, какие минимальные модули. Дальше будем уже углубляться в различные типы реактивных компонентов, как они взаимодействуют между собой, что они из себя представляют, какие когда лучше использовать. И в процессе презентации я покажу небольшое демо на программе, которую я подготовил. Также мы посмотрим, как может реактивная библиотека использоваться в качестве EventBus другой библиотеки, которую вы использовали. Например, одна из них Отто, может, вы слышали про нее. И если останется время презентации, то мы поговорим об операторах, которые есть в этой библиотеке. Их очень много есть, если про все их рассказывать, это может затянуться на несколько презентаций, поэтому о них поговорим в конце. Итак, что же такое реактивное программирование? В интернете, если поискать определение реактивного программирования, можно встретить разные. Я, скажем так, нашел наиболее часто встречающиеся упоминания и описания, что такое реактивное программирование. На вики-странице это очень общее такое вот описание, что это парадигма программирования, ориентированное на потоки данных и распространение изменений. Слишком общий и не совсем позволяет понять, что это, для чего, в общем-то, оно нужно. В другом источнике рассказано, что в реактивном программировании потоки данных, сгенерированные одним компонентом и с помощью структуры, которую дает реактивная библиотека, позволяет транслировать эти изменения другому компоненту, который подписан на получение этих изменений. Тоже слишком общий и тоже не дает понимания, что это такое. Последние два определения мне больше понравилось. Первая часть – это что программирование с асинхронными потоками данных. Важная часть, что это асинхронное. И второе, которое мне понравилось, это комбинация лучших идей паттерна-обсервер, паттерна-итератор и функционального программирования. Рассмотрим сначала, что подразумевается под асинхронными потоками данных. Есть у нас запущена программа, сервис, в данном случае программа. И с течением времени любые действия пользователя интерпретируются как потоки данных. В данном случае поток данных – это может быть просто ивент, событие. Пользователь кликнул, пользователь навел мышку, пользователь ввел текст. Дальше этот поток данных генерируется в запрос на сервер. Здесь вот асинхронно мы получаем данные из этого сервера. Когда получаем ответ, соответственно этому ответу мы обновляем UI. Дальше, как видите, это может быть процесс итеративный, непрекращающийся. И при действиях пользователя автоматически мы обновляем UI. Такая схема очень тестируемая, потому как здесь однонаправленный поток данных. Это значит, что у нас нет циклических зависимостей. Это значит, что легко покрыть разными видами тестов, что-то мокать, расширять, смотреть. Поэтому, возможно, благодаря этому Rx-библиотека получила такое распространение. Также, насколько помним из определения, это не только асинхронные потоки данных, но еще и использование паттерна итератор. То есть с данными мы... Данные меняются итеративно, и на каждой итерации мы что-то можем с ними делать. Здесь вот пока пример. Он уже использует какой-то синтаксис реактивной библиотеки, Rx-библиотеки. Пока не сильно будем заострять внимание, просто посмотрим общий концепт. Что, например, есть один поток данных. В данном случае данные это 2 целых числа 3 и 6. Есть второй поток данных, это числа 8 и 1. Мы их можем между собой объединить с помощью оператора Merge. Получится один общий поток данных. Применить оператор Filter, который будет фильтровать по условию. В данном случае у нас условие, что элемент должен быть меньше 4. После фильтрации видим, такие данные остались. И с помощью оператора Map, который преобразует одни данные в другие. Причем не обязательно того же типа, это может быть совершенно любой другой тип. Но сейчас мы сделали не что иное, как просто увеличили значение каждого элемента на единицу. И получатель, который подписался на получение этих изменений, просто выводит эти значения куда-нибудь в консоль. Так в целом выглядит в общем работа реактивной библиотеки. Но теперь рассмотрим более детально, из чего она состоит. Как уже упоминалось ранее, в основе реактивной библиотеки лежит Pattern Observer. Вспомним, что такое Pattern Observer. Есть Subject, скажем так, некоторый объект, который нотифицирует другие объекты, имплементирующие интерфейс Observer. У интерфейса Observer есть только один метод, допустим, апдейт, где события в виде строки. Это может быть любой тип, вы знаете. Этому Subject, общему предмету, который нотифицируют другие объекты, нужно регистрировать себя. Точно так же можно убрать из регистрации. И есть метод, который нотифицирует всех Observer, которые находятся в этом списке Observer. Когда Subject получает какое-то событие извне, он нотифицирует всех, кто на него подписан. Классический вариант, который много где описывается в виде Subject, это метеорологическая станция, которая будет оповещать всех подписчиков. То есть, если хочешь получать данные о погоде, подписываешься с помощью регистра Observer. Когда ты не хочешь больше получить данные, убираешь себя из этих наблюдателей, которые хотят получать изменения. Рассмотрим, как этот паттерн реализован уже непосредственно в Rx-архитектуре. Rx-архитектура также состоит очень похожая структура, как и у паттерна Observer. Есть Observer, это не что иное, как наблюдаемый объект, та же метеорологическая станция, которая нам предоставляет данные. И есть подписчик, который получает данные из Observer, из этого наблюдаемого объекта. Отличие в том, что в паттерне наблюдатель у нас, в общем-то, только одно событие, апдейт, когда мы получаем данные. В Rx-библиотеке у нас есть несколько событий. Первое, OnSubscribe, событие, когда подписчик подписывается на наблюдаемый объект. Дальше, OnNext, это события, которые говорят о том, что получены какие-то новые данные со значениями. OnCompleted получается событие в том случае, когда поток данных закончился, все, уже не будет новых данных. И OnError в случае, если произошла какая-то ошибка, в этом случае тоже поток данных прерывается и, как правило, не возобновляется. Почему как правило? Потому что есть специальные императоры, которые позволяют перехватить эту ошибку и все же возобновить поток данных. Интерфейс Observer, он состоит из четырех методов. OnNext, OnError, OnComplete, OnSubscribe. О них я уже рассказал. OnNext – это получение значения. OnError – если случилась какая-то ошибка. OnComplete – когда данные закончились без всякой ошибки. И OnSubscribe – это возникает событие в тот момент, когда подписчик подписывается на наблюдаемый объект. Если писать в виде объектов, которые имплементируют интерфейс, такая запись занимает достаточно много места. Гораздо проще это делать с помощью функционального программирования. Поэтому впредь будем использовать функциональную запись с привязкой к языку кодлену. Почему? Потому что он позволяет еще меньше писать кода, чем Java. Вот этот вот код и этот код – это одно и то же, просто записан в другой форме. При выполнении этого кода мы получим события. OnSubscribe – вот этот вот Hello World – восклицательный знак. И он Complete – событие. Как мы видим, изначально в наблюдаемый объект мы передали всего лишь три объекта и перечислили их просто через запятую. Вот наш весь потоп данных, который завершился. Можно необязательно имплементировать все коллбеки, все события, которые мы хотим знать, а только те, которые нам нужны. Например, мы можем подписаться только на самый первый. Самый первый – это OnNext. То есть Observable с теми же самыми значениями, Subscribe. И здесь подписчик, который получает только OnNext ивенты. В данном случае он выведет Hello World – восклицательный знак. Так как мы дальше не выводим никакой дополнительной информации, то на этом закончится. Что если в паттерне Observer у нас была возможность отписаться? Каким образом мы можем отписаться в Rx-библиотеке? В Rx-библиотеке есть вариант отписаться с помощью Dispose. Что это такое? Один из вариантов создания Observable – это с помощью Interval. Смысл в чем? Здесь мы указываем временные интервалы, когда будут генерироваться события. Значение этих событий – просто целые числа. 0, 1, 2 и так дальше до бесконечности. Они генерируются с интервалом, который мы указан. 2, в данном случае, секунды. Мы здесь можем указывать разные параметры – milliseconds, microseconds, hour, weeks, days, days и так далее. Получается, как только мы подписываемся с помощью Subscribe, нам возвращается объект Disposable, у которого можно вызвать Dispose. В этом примере мы создали наблюдаемый объект, который каждые 2 секунды нам генерирует события. Как видите, через 2 секунды сгенерирует какое-то значение, потом на 4 секунде, потом на 6 и так дальше. Также мы через 5 секунд запустили поток, который вызовет у этого Disposable Dispose, то есть прекратить генерацию данных, отписаться в данном случае. И мы получим в результате всего лишь 0,1. Два раза сработает этот обсервант. Таким образом, мы прекращаем генерацию событий для нашего подписчика. Отписались. Каким образом это вкладывается в парадигму асинхронной обработки данных, о которой было упомянуто раньше? Асинхронная обработка данных может быть произведена с помощью планировщиков. Их много разных типов. Можете прочитать потом отдельно в презентации. Я вкратце расскажу об остальных. Schedulers.io – это пул потоков, параллельных потоков, которые используются для каких-то нетяжелых процессов. Такие как сетевой запрос, чтение файлов, чтение из базы данных, какие-то нетяжелые операции. Мейн-сред – это предоставляет только один поток, UI-ный поток, в данном случае UI-ный поток на андроиде. Как вы знаете, работа с UI-элементами может быть выполнена только в главном UI-потоке. Поэтому он нам нужен для обновления UI-ных данных. И Scheduler's Computations – это тоже пул параллельных потоков, которые используются для нагруженных операций, когда надо посчитать что-то тяжелое или что-то интенсивное, которое может занять много времени. Этот пул потоков отличается от предыдущего тем, что он завязан на количество ядер в процессоре, на суммарное количество ядер, если процессоров несколько. Есть также другие планировщики, они нам менее интересны. Более того, есть один из них такой, который рекомендуется использовать крайне осторожно – New Thread. Этот планировщик для каждой нашей итерации будет генерировать новый поток, который потом не будет переиспользован. В случае, если у нас поток данных очень интенсивный, очень быстро генерируются элементы, мы можем просто создать десятки, сотни, а то и тысячи потоков, которые просто сделают мертвой нашу систему. Наша система перестанет быть отзывчивой. Как мы можем использовать эти планировщики? Потому как до сих пор не было ясно, как же они вписываются в Rx-библиотеку. Они могут быть использованы с помощью двух операторов – subscribe-on и observe-on. Сразу скажу, не стоит искать связи между subscribe-on и subscribe. Это два разные оператора, которые друг с другом никаким контрактом не связаны, просто у них общее такое название. Как работает генерация элементов, в каком потоке она начинает выполняться и каким образом на это можно повлиять. Изначально, когда мы подписываемся с помощью подписчика на наблюдаемый объект, в том потоке, в котором мы инициировали подписку, в том и начинают генерироваться эти элементы. Если мы в UI потоке начали, подписались в UI потоке, мы и начали работать. Если мы в background потоке начали работать, то он в каком-то background потоке и будет работать. Но мы можем с помощью этих операторов менять поведение. subscribe-on влияет на все операторы, на все инструкции, которые находятся выше него. В случае, если используется только subscribe-on в этой структуре, без observe-on, это важно, то этот планировщик, scheduler-seo, будет применен ко всем операциям одновременно. В случае, если где-то встречается observe-on, то все операторы, которые под ним, будут работать в том пуле потоков, который определен в observe-on. Если пересекаются между собой subscribe-on и observe-on, например, subscribe-on стоит после фильтра, то приоритет будет у observe-on для оператора фильтр. А subscribe-on будет действовать на то, что выше. Рассмотрим на этом примере, какой пул потоков используется для той или иной операции. Как видите, subscribe-on у нас используется, мы его написали сразу после just, а observe-on после map, после нашего оператора преобразования. Генерация этих элементов будет происходить в scheduler-seo. Преобразование элементов также будет происходить в потоке-eo. На всякий случай, кто не знаком с Kotlin, если у нас есть один оператор, если это предикат или консюмер только с одним параметром, с одним входящим параметром, то не обязательно его, вот как здесь, я специально написал, вот так вот через черточку писать. Можно его не писать, и тогда просто единственный оператор можно использовать в служебном it. То есть в данном случае в оператор map приходит строка, и мы преобразуем эту строку в длину этой строки. То есть когда пришло слово hello, мы преобразовали в число 5. World тоже преобразуется в число 5. Восклицательный знак преобразуется в число 1. И вот это вот преобразование будет происходить в потоке-eo. Дальше мы переключаем пул потоков на computation. Фильтрация будет происходить уже в computation потоке, и получение измененных данных нашим подписчикам будет уже также происходить в пуле потоков computation. Следующим пунктом нашей презентации будут различные типы наших паблишеров. Изначально я говорил observable. Многие люди называют наш генератор данных как observable, хотя на самом деле это всего лишь один из пяти типов паблишеров, которые сейчас существуют. В дальнейшем мы просто тоже будем говорить observable, несмотря на то, что это на самом деле всего лишь один из типов. Какие бывают типы? Flowable. Flowable предназначен, если у нас есть много элементов, и у нас может возникнуть проблема с backpressure. Backpressure может происходить тогда, когда у нас наш наблюдаемый объект генерирует элементы быстрее, чем подписчик их может получить. Почему это может происходить? Например, в процедуре, например, в операторе map, когда мы преобразуем элементы, это какая-то очень тяжелая операция, которая требует длительного времени, и он просто не успевает это все преобразовать, и элементы успевают накапливаться. Flowable позволяет эту ошибку, эту ситуацию похендлить и с помощью различных стратегий позволит избежать out-of-memory error. Если мы используем observable, мы можем словить out-of-memory error. Observable был изначально в RxJava 1x имплементирован, а Flowable уже в RxJava 2. Оба эти типа паблишеров ориентированы на то, что у нас генерируется несколько элементов N, какое-то определенное количество. А дальше, три следующие, ориентированы на то, что мы можем получить не более одного объекта. Single. Single позволяет... У сингла нету коллбека, он complete. У него есть только onSuccess со значением. Для чего нам нужен такой тип паблишера? Как правило, сингл используется для HTTP запросов, когда мы или получили сразу результат успешный, ответ от сервера, либо не получили, и тогда мы получили какую-то ошибку. Maybe. У Maybe может получиться ситуация, когда нету значения, но тем не менее запрос отработан правильно. То есть наш элемент, наш паблишер сказал просто, что все хорошо, как бы ошибки нету, но данных я не могу предоставить. Или ошибка, если какая-то произошла. Детальный пример применения Maybe, если мы пытаемся из базы данных получить какую-то запись по ID. То есть запись может существовать, и тогда она вернется нам в OnNext. Она может не существовать, тогда на Maybe вернет OnComplete сразу же. Или если в процессе запроса возникла какая-то ошибка, мы получим ошибку. И Complitable. Он вообще не предоставляет нам никаких данных, а просто сигнализирует о том, что было что-то успешно завершено или с ошибкой. Например, это может использоваться при верификации, хорошо ли изменились или применились данные куда-то. Нам просто важен результат – успешно или с ошибкой. Потихонечку подходим к нашему демо. Рассмотрим библиотеки, которые использовались в программе. В данном демо я использовал Retrofit plus RxJava. Retrofit, если кто не в курсе, это очень легковесный и легко используемый HTTP клиент для Android. Room – это ORM, предоставляемая Google Plus Integrus с Java. И сторонняя RxBindance – библиотека, которая позволит нам пользовательские события, такие как клики или изменения текста, предоставлять в виде потоков данных. На самом деле есть гораздо больше других библиотек, которые можно использовать в своей программе для того, чтобы ее сделать, скажем так, реактивно ориентированной. Здесь вы можете видеть неполный список того, что существует. Гораздо больший список есть, можно увидеть по ссылке, которая в конце этой презентации. Но мы остановимся на этих библиотеках в нашей программе. Какая структура программы? Я выделил пять основных частей. Первая – вьюшка, на которой мы что-то видим. Вторая – вью-модель. Третья – дата-провайдер, который общается как с нашей базой данных, так и с HTTP клиентом. Причем, как видите, у нас нет связи вьюшки с дата-провайдером, вьюшки с HTTP-запросами или с базой данных напрямую. Линейная связь. Как оно происходит? Изначально, когда стартует вьюшка, она подписывается на изменения во вью-модели. Вью-модель подписывается на изменения в дата-провайдере. Дата-провайдер подписывается на изменения в базе данных. Как только подписались на изменения в базе данных, база данных с помощью RX-библиотеки сразу же возвращает список фильмов. Да, забыл сказать. Демо будет основано на сервисе TMDB. Это онлайн-сервис, который предоставляет информацию о фильмах, которые сейчас идут в кинотеатре с рейтингом, с описанием, с картинками. Так вот, база данных возвращает результат список фильмов в виде RX с помощью RX-библиотеки. Дата-провайдер возвращает этот список вью-модели, а вью-модель возвращает как с помощью библиотеки RX, так и с помощью библиотеки LiveData. LiveData – это библиотека от Google. Если останется время, рассмотрим более детально, почему иногда стоит ее использовать. Вьюшка также может запросить фильмы у вью-модели. Не ожидая ответа, просто нотифицирует вью-модель, что хочет получить фильмы. Вью-модель точно так же нотифицирует Data Provider. Data Provider уже получает с помощью ретрофита, с помощью опишки от TMDB список фильмов. Как только Data Provider получил список фильмов, он сохраняет в базе данных Room. И Room, имея подписку от Data Provider на список фильмов, тут же генерирует обратно RX Movie List и обратно отдает в вьюшку. Как это выглядит в виде секенс-диаграммы? Открываем скрин, запрашиваем фильмы у вью-модельки. И сразу же, как видите, стрелочек назад, то есть мы не ждем никакого ответа. Вью-моделька запрашивает Data Provider. Data Provider считывает данные из базы данных и в тот же момент делает запрос на внешний сервис. Когда получает ответ от внешнего сервиса, сохраняет фильмы в нашей базе данных и возвращает с помощью RX Observable обратно на вьюшку, где мы их отображаем. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в реальной программе. Здесь вы видите эмулятор, на котором будет запущен. Есть также у меня такой вот демо-конфиг, в котором, в общем-то, два параметра. Первый говорит о том, что каждый раз, когда запускается приложение, я буду стирать с локальной базы данных все фильмы. И второй – загружать ли фильмы из интернета. С самого начала запускаю с тем, чтобы стереть все, что есть, и показать, что никакие данные мы не загружаем. То есть вот No Movies. Нет никаких фильмов. Не получили. Теперь меняем значение этого флажочка на True, получаем данные из интернета и перезапускаем наше приложение. Вот получили список наших фильмов, которые мы можем здесь пролистать и посмотреть. Дальше, как работает программа, мы рассмотрим чуть позже. Вернемся к нашей презентации, разберем, как это работает на практике. Изначально во фрагменте, как только он появился, мы подписываемся, то, что я говорил, Get All Movies Observable. Говорим, что подписываемся в Background потоки, но хотим данные получать в UI потоки. И как только получили мы список наших фильмов, мы их отображаем в нашем Recycle View, просто отображаем на экране. Что такое Get All Movies Observable во View модели? Это функция, которая предоставляет нам Observable. Observable намекает на то, что мы можем несколько раз получать этот список фильмов. Мы получаем этот список фильмов, можем получать как из базы данных, так и от нашей библиотеки Retrofit, от нашего внешнего сервиса. В свою очередь, ViewModel эти данные получает из Data Provider. И когда она получает данные из Data Provider, она попутно еще с помощью LiveData тоже предоставляет эти данные. Вы помните две стрелочки, которые шли из ViewModel во Viewшку. То есть одновременно мы получаем данные как с помощью Observable, так и с помощью LiveData. Что такое Data Provider Get Movies Observable? Data Provider в данном случае возвращает данные из базы данных. Из базы данных GetAllMoviesRx. Это выглядит таким образом. ОРМка от Google позволяет получать данные в виде Observable. Также, когда Viewшка запрашивает данные через ViewModel, через Data Provider, вызывается функция GetDataFromInternet. Здесь опять Retrofit. Вызываем GetPopularMovies и получаем данные от Retrofit уже в виде Single. Напомню, Single позволяет получить либо результат успешный, либо сразу ошибку. Здесь получаем мы результат, конвертируем его в наш список моделей. И как только получили результат, мы сохраняем список наших фильмов вот с помощью этой функции сразу же в нашей базе данных. Как только мы сохранили в базе данных, база данных через вот этот Observable, который не закрыт, который продолжает генерировать данные, как только что-то он получил, он возвращает в Data Provider вот сюда, Data Provider возвращает во ViewModel, а ViewModel возвращает во фрагмент, где мы отображаем. Это такой вот базовый случай, где мы увидели, как RxJava интегрирована и с Room, и с Retrofit. Дальше рассмотрим немножечко теории. Как создаются вообще Observable? Есть несколько типов, как они могут быть созданы. Один из них мы уже рассматривали Just. Just позволяет через запятую определить, написать до 10 элементов, которые будут генерироваться. Это может быть 1, 2, 3 и так дальше. Observable был Just. Перечисляем типы данных, которые должны быть сгенерированы, отосланы, и подписываемся на этот паблишер. Вот такой вот результат мы видим. Vendor is coming. Интервал мы тоже уже видели. Это наблюдаемый объект, который генерирует события, каждый временной интервал, который мы указываем. В данном случае, каждые 2 секунды, и мы, значение, которое мы получаем от этого наблюдаемого объекта, 0, 1, 2 и так дальше. Но важны не столько значения, вот эти целочисленные, сколько, когда они генерируются. В данном случае, через временной период. Таймер. Очень похож на интервал. С единственной разницей, что он генерируется только один раз. То есть, если нам надо подождать какое-то время, мы можем использовать просто Observable таймер, и мы будем знать, что оно будет сгенерировано только один раз через указанный промежуток времени. С помощью Create. Это довольно такой сложный способ создания, где мы в Observable передаем эмиттер, в эмиттер имплементируем интерфейсы, где мы должны передавать значения с помощью OnNext и отправить в какой-то момент или OnCompleted, или OnError в зависимости от нашей логики. В зависимости от нашей логики. Range. Генерирует последовательность целых чисел, начиная с числа, которые указаны, и количество этих чисел, последовательных чисел, которые должны быть сгенерированы. Это конечная последовательность, в данном случае, начиная с двойки, и должно быть их всего 5 штук. Увидим, что их будет показано ровно 5. И From. Можно FromColable, FromFuture, FromEtherable. Такой конструктор, который позволяет создать наблюдаемый объект на основе какого-то списка, в общем-то, на основе любых таких сущностей, которые есть, покрывает достаточно широкий спектр. В данном случае, здесь я создал на основе списка, список это Etherable, вот эти вот значения передал сразу в список, и мы видим, что подписчик их вывел. Какие бывают типы паблишеров? Бывают горячие и холодные. Такой вот важный момент. Что такое холодный, холодный паблишер? Холодный паблишер – это тот, который данные не начинает генерировать, отсылать до тех пор, пока у него не появится подписчик. То есть, вот у нас есть Observable, мы создаем с помощью эмиттера, где мы генерируем данные со значением 0 и 1. И мы видим, что когда подписались два подписчика на один и тот же Observable, только тогда начинают генерироваться элементы. Сгенерировали 0, subscriber 1 получил 0, сгенерировали 1, subscriber 1 получил эту 1. И точно так же для подписчика номер 2. И горячие наблюдаемые объекты. Горячие наблюдаемые объекты не ждут подписчиков, а начинают сразу генерировать и отсылать данные. Каким образом можно перевести из холодного состояния в горячее состояние? С помощью Publish и Connect. С самого начала мы Publish подготавливаем к горячему состоянию, подписываем наших подписчиков, чтобы они успели хоть какие-то данные получить. и затем вызываем Connect. После этого генерируется значение. Оба подписчика получили эти значения. Следующее значение и оба подписчика получили эти значения. Заметьте, что здесь генерировались значения для каждого подписчика индивидуально, а здесь одно значение для обоих подписчиков сразу. Если мы не подписали ни одного подписчика, сделали Publish и Connect, вот как в этом варианте, просто мы сгенерируем данные, отправим и все. И на этом наш наблюдаемый объект закончит передачу наших данных. Зачем нужны такие горячие объекты? Мы рассмотрим чуть позже. А сейчас рассмотрим сабжекты. Интересные сущности, которые одновременно имплементируют интерфейс как наблюдаемого, так и подписчика. Как оно выглядит? С помощью Range, например, мы создали наш наблюдаемый объект и потом создали сабжект. Replay Subject один из разновидностей сабжекта и подписали его на наш наблюдаемый объект. А после этого к нашему сабжекту мы подписали два других подписчика и получили вот эти значения для наших подписчиков. Для первого подписчика пять элементов и для второго подписчиков пять элементов. Зачем нужны сабжекты? Один из вариантов для того, чтобы разгрузить Observable, если он делает какую-то тяжелую работу. Например, рассмотрим, когда у нас наблюдаемый объект в качестве тяжелой объекты, в качестве тяжелой работы перемножает числа, просто их возводит в квадрат. Если мы просто на наблюдаемый объект подпишем два подписчика, то мы увидим, что умножаем объект сам на себя для каждого сабскрайбера, то есть умножали, два раза умножили первое число, два раза получили два подписчика, два раза умножили второе число и так дальше. Если у нас будет три подписчика, то Observer будет для каждого производить вот эту операцию. Если мы будем использовать сабжекты, то они позволяют эту операцию сделать всего лишь один раз. Вот в этом конкретном примере, когда мы подписали сабжект на наш наблюдаемый объект, перемножение делалось только один раз, а уже подписчики нашего сабжекта получили квадраты значений, которые были сделаны нашим наблюдаемым объектом. Какие бывают типы этих сабжектов? Их есть пять типов. Publish Subject позволяет получать те элементы, которые у него доступны только после момента подписки. Прежде всего хочу сказать, что в отличие от Absorable в сабжектах мы можем сами передавать значения этих элементов. То есть таким образом мы создали сабжект и потом вызвали on-next со значением ноль. Но так как никто в этот момент не подписан на publish subject, никто это значение не получит. Оно потеряно. Хочу сказать, что все сабжекты изначально горячие наблюдаемые объекты. То есть они генерируют данные не дожидаясь своих подписчиков. Когда мы сгенерировали on-next 1, то вот этот подписчик, который у нас вводит значение, выведет единицу. Behavior subject отличается от предыдущего тем, что хранит в себе последние значения. И поэтому, когда вот здесь мы создали behavior subject и вызвали ноль и один, нолик мы потеряем, а единицу мы не потеряем. И после подписки мы увидим эту единицу, которая была выведена на экран. On-next 2 мы выведем двоечку. То есть behavior subject хранит последние значения. Это очень полезное свойство. Replay subject кэширует и сохраняет все-все значения элементов, которые были вызваны. этим он очень похож на обычный observable. Его не зря так сделали, потому что в какие-то моменты нам нужны все данные, а не только последний хранящийся или вообще тот, который мы не получили. Есть async subject. Он предоставляет значение элемента, во-первых, только последнего, который есть. Даже если мы сразу подписались. Подписались, герем ноль, мы ничего не выведем. Один ничего не выведем. Два выведем только после on-complete. Если бы мы не написали subject on-complete, то мы двойку здесь не вывели бы. И unicast subject похож на replace subject за исключением того, что он позволяет существовать только одному подписчику в один момент времени. Поговорили про subject и теперь переходим к следующей к следующему этапу нашей демонстрации. Мы хотим выбирать наши фильмы из списка. Как это может выглядеть? В нашем фрагменте, когда мы кликаем на какой-то элемент, мы передаем event в наш view модель, что кликнули элемент, у которого данные фильмы вот такие. Movie view модель у себя реализует behavior subject. Как мы помним только что с предыдущего слайда, это subject, который хранит последнее значение, последнее доступное значение. И когда мы вызываем on-list item клик, мы просто передаем этому subject это значение. Второй фрагмент с деталями подписывается на этот subject, указываем, что мы хотим получить данные в UI с ready, и как только получаем значение в виде movie модель, мы сразу же их отображаем. Как это выглядит в приложении. Приложение уже запущено, теперь когда мы кликаем на любой элемент, мы переходим на детали, и видим детали этого фильма. Более того, если мы развернем, то у нас такое же поведение будет для горизонтального, когда два фрагмента одновременно видны. В случае, если у нас виден только один фрагмент, когда мы нажимаем на элемент списка, у нас уничтожается первый объект и пересоздается второй объект. То есть существует период времени, когда у нас второй объект еще не успел получить значение, а первый уже отправил. И behavior subject, благодаря тому, что он позволяет кэшировать в себе значение последнего элемента, позволяет детальному фрагменту вот в этом случае получить данные. если если мы в нашей программе изменим тип behavior subject на publish subject, во-первых, как только мы изменили, у меня начало ругаться, что у publish subject нету кэшируемых значений, поэтому тот функционал, который использует у меня значение, надо закомментировать, запустим приложение, посмотрим, как оно себя поведет. Список фильмов, кликаем, и у нас пустое значение. Почему? Потому что publish subject не хранит ни одного закэшированного значения, и в тот момент, когда мы переходим с одного фрагмента на другой, у нас нету этого значения. В случае landscape, когда у нас два фрагмента одновременно живут, publish subject работает, но в случае, когда у нас только один фрагмент одновременно виден, уже мы не можем использовать publish subject для этих целей. Behavior subject в данном случае подходит как нельзя лучше. Возвращаемся к нашей презентации. Как вы видели, в программе были три поля для ввода. Как вы поняли, это фильтрация, поиск фильмов. Напишем простейший обработчик событий, когда пользователь вводит текст в поле для ввода. Для этого для текст текст мы добавим текст change listener, у которого есть три метода, только один из них нам нужен. При изменении текста мы в модели говорим о том, что мы хотели бы поискать текст. Этот запрос асинхронный. Как выглядит в этот момент в модели? получив этот запрос она просто передает дата провайдеру поищи ко мне фильм с данной подстрокой, которую передали. Дата провайдер в свою очередь все чмуви начинает искать у себя локально с помощью опять-таки интеграции Rx плюс Room ищет у себя фильмы, которые удовлетворяют условиям. Search Movies Rx в данном случае это запрос выбрать все фильмы, у которых название содержит Search String и возвращает Observable List Movie Model. Как только дата провайдер получает данные из Room из базы данных, он тут же с помощью Behavior Subject передает это обратно, передает во View Model. View Model не знает о том, что он подписан на именно Behavior Subject, а не Observable. То есть иметь такую структуру разделения View Model и провайдера данных позволяет инкампсулировать и хорошо разграничивать слои с бизнес-логикой, с UI-логикой и с работой со внешними источниками. Но также, как видите, помимо того, что мы ищем данные в локальной базе данных, мы делаем запрос из интернета. Он выглядит таким вот образом. Observable Just, передаем сюда строку для поиска. Flat Map Single. Если вкратце, он преобразует один тип Observable в другие типы Observable, в данном случае в Single. Здесь мы видим или Get Popular Movies или Search Movies со строкой. Если у нас строка пустая, мы дергаем один endpoint. Если строка не пустая, мы дергаем другой endpoint. Оба endpoint возвращают один и тот же формат ответа. Подписываем на получение в background потоки. После того, как получили результаты, конвертируем список моделей, подписываемся не в UI потоке, а в том, который был в данном случае ио-поток и сохраняем в базе данных. Как только мы сохраняем в базе данных наши фильмы, идет callback, идет обновление с помощью того observable, который мы рассматривали на предыдущей демонстрации, и UI получает второй набор данных уже из локальной базы данных плюс то, что она получила из интернета. То есть первый раз мы быстро отдали локально то, что есть в базе данных, второй раз вдруг нам это займет 5 секунд или вообще не вернет никакого ответа, второй раз, когда получили обновление, мы обновим этот список. Давайте теперь посмотрим, как оно работает на реальной программе. Вводим в поле для ввода какой-то текст, например, тер, добавили M, тер, терминатор, например, увидели, разные фильмы, которые удовлетворяют нашему условию. как видите сейчас при нажатии на любую клавишу сразу же идут запросы в локальную базу данных и на внешний сервис. быстро все происходит, но также это слишком большой спам запросов. Каким образом это можно улучшить? Имплементируем сейчас как раз тот подход, который видели на картинке, на одной из первых картинок, когда у нас есть потоки данных генерируемого пользователя, потом получение данных с сервера и отображение на UI. Одновременно будем смотреть, как оно было реализовано с помощью реактивной библиотеки и без реактивной библиотеки. SearchMovie это у нас поле для ввода. Добавляем TextChange Listener. Здесь более краткая функциональная запись. Она позволит использовать тот же интерфейс TextWatcher, только с помощью функциональной записи. Она гораздо компактнее. В RX с помощью библиотеки RX Bindings нам достаточно написать TextChanges. Дальше мы преобразовываем ChargeSequence в строку. Здесь это достаточно ToString. Здесь тоже ToString только с помощью оператора Map. Но мы помним, что нас не устраивало, что при каждом нажатии у нас сразу же даже если мы быстро нажимали с задержкой 0,2 секунды, уже шли запросы на сервер. Как можно этого избежать? В классическом варианте мы могли бы использовать Runnable и из хендера удалять или добавлять Runnable, а потом его постить с задержкой. Это уже такое Android специфическое, но если вы с ними работали, то понимаете, что это один из способов, как можно сделать отложенное действие через определенное время достаточно так локально, корректно и относительно несложно. Как видите, это гораздо проще сделать с помощью Rx оператора debounce. Все то, что я здесь написал, достаточно писать debounce 1 timeunit seconds. Дальше мы не хотим искать, например, если пользователь ввел только один или два символа, начать поиск только, когда длина 3 символа. В классическом варианте нам надо добавить вот такую проверку. В Rx достаточно фильтр. Мы фильтруем просто, когда длина больше либо равно 3, или если пустой результат, это значит все подряд. Специально добавил это условие. Дальше. После того, как мы определились с нашими требованиями в приводе, настала пора получить эти данные. Данные мы хотим получить в бэкграунд потоке, но после их получения они должны быть выведены в UI потоке. Для обычного не Rx варианта напрашивается сразу асингтаска, у которой есть связь с UI потоком. В doing бэкграунд мы с помощью ретрофита получаем результат, конвертируем он пост экзекьют, который у нас уже в UI среди выполняется, мы просто выводим все результаты на экран. Как оно выглядит в Rx? Мы получаем из ретрофита список наших список наш ответ в виде сингл. В данном случае конвертируем с помощью map to movie model list подписываемся на IO хотим получить данные результирующие в UI потоке и если мы получили данные выводим их если получили ошибку мы просто ее логируем. Вот так вариант с использованием Rx который компактный лаконичный и легко понять и вариант с NERX который не с первого раза можно понять что человек хотел сделать как оно работает на практике для этого есть второе поле для ввода ввели один символ ничего не произошло ввели второй ничего не произошло третий и вот через секунду начал искать если мы что-то быстро набираем debounce отфильтровывает такие вот ивенты когда мы остановились через секунду идет запуск через секунду и получился список результатов это уже более такой реактивно ориентированный вариант вернемся к нему рассмотрим что стоит что стоит делать а чего не стоит делать как видите в конечном итоге так перестарался у нас все операции в одном и том же месте сделано в реальной программе не стоит этого сделать потому что получение данных подписка на него и все остальное должно быть вынесено в отдельный модуль вот это может быть в юае в нашей вьюшке а это вынесено в отдельный модуль сейчас оно здесь так показано просто для наглядности для демо в реальных программах не смешивайте пожалуйста юай логику и логику работы с внешними сервисами теперь можно ли нам как-то улучшить наш алгоритм поиска уже работает неплохо но что если в процессе получения данных возникли какие-то ошибки например ретрофит долго отвечал и не вернул нам сразу мы хотим перезапустить этот процесс что если нестабильный сервис и если вы часто дергать он нас еще в блок лист занесет нам как-то надо задать интервалы между этими попытками между ошибками можно ли это с помощью сделать rx можно вот у нас логика rx логика с помощью которой мы получаем данные с сервера уходящие данных у нас строка для поиска преобразуется у нас в сингл для получения либо всех фильмов либо сортированных по строке преобразование в список фильмов и запись в базу данных это уже нам знакомо каким образом мы можем добавить наши требования которые мы хотим получить можно добавить в общем-то с помощью оператора compose о нем могу рассказать чуть позже в него передается написанный rx repeat rx repeat это observable transformer не самый легкий для понимания скажем так особенно для новичков в rx логика достаточно запутанная но как бы она позволяет задавать нам количество попыток количество ошибок какое допустимое при попытке получить данные и время между этими попытками для в целях демо я вставил еще здесь кусок кода для того чтобы с помощью тоста выводить какой номер попытки сейчас так как тост должен работать в UI потоке мне пришлось вручную перевести в UI поток вывести его и потом вернуть на тот планировщик который был указан это кстати один из способов это как раз демонстрация того как можно использовать переключение потоков в rx библиотеке в реальной же задачи снова просьба такого не делать потому что переключение на UI поток потом заново на другой планировщик вот в этом месте если оно нагруженное может привести к тому что у вас будет медленно работать весь rx стрим поэтому по возможности если вам не надо переключаться на UI поток а потом обратно на другой проект на другой поток как-то с помощью других вариантов с помощью пост или еще как-то сделать здесь это только в целых целях демонстрации переключаюсь на UI поток и обратно как такая программа будет работать для этих целей у меня есть третье поле для ввода так как мы сейчас в локальной сети мне тяжело генерировать ошибки получения данных я искусственно написал в коде что первые три ошибки первые три попытки всегда будут ошибочные а хороший результат может прийти только с четвертой с четвертого раза введем и видим что первая попытка вторая вторая ошибка третья ошибка уже замедлилась как помните там было один пять пять и на четвертый раз мы наконец получили ответ снова введем введем другой запрос другую строку для поиска снова мы получаем ошибки и на четвертый раз получаем ответ который показываем вернемся к нашей презентации и рассмотрим снова вкратце как оно работает у нас есть полин интервал мы передаем это наш observable который хранит шесть временных интервалов секунда пять 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 десять десять есть подсчет ошибок с помощью map scan переключение на потоке для того чтобы вызвать тост фильтрация где мы ждем или максимальное количество ошибок указали или логика которая позволит нам выйти из из этого цикла ну и дальше map преобразование в нужную структуру для нас в чем преимущество использования такого вот observable transformer можно ли это было написать прямо здесь прямо здесь можно было но в таком вот виде нам достаточно для любого rx потока написать в таком виде и при ошибках если будут сгенерированы ошибки он будет перезапускать один и тот же observable то количество раз которые мы указали то есть таким вот образом с помощью таких observable трансформеров можно расширять функциональность нашей rx библиотеки на этом демо с ui у нас закончилось рассмотрим вкратце как можно еще использовать rx библиотеку многие из вас думаю работали в той иной степени с event басом одна из таких библиотек которые event бас генерирует это была отта они чуть позже вспомнили как мы можем имплементировать rx бакс rx бас у нас с помощью rx библиотеки можно двумя способами можно напрямую класс rx бас создаем publish subject насколько вы помните это тот subject который не хранит в себе ни одного значения как только что-то получает так сразу и отдает то есть создав rx бас вызвав него то observable мы получаем observable который возвращает элементы с любым типом данных any это универсальный тип данных то есть любой тип данных имплементирует этот интерфейс int, string любые объекты все они any и потом в одном месте мы подписываемся в другом месте мы отправляем send в другом месте где мы подписались мы получили эти значения это такой классический вариант более расширенный вариант может быть использован с помощью модели данных точно так же в нем есть publish subject который работает уже с каким-то например определенным типом данных так как у нас user location это значит что она хранит в себе данные определенного типа вот их мы и будем если что транслировать user location функция getter возвращает нам observable с данным типом данных и возвращает наш publish subject очень важно делать скажем обертку над нашим publish subject если мы напрямую вернем тип publish subject то подписчик может сам генерировать ивенты вызвав subject on next а если мы отдали ему тип observable он не может у него выбрать on next он может только получать то есть этот объект для него будет immutable в модели когда мы с этим данным с этими значениями мы нашему subject говорим on next и передаем и все подписчики которые подписаны на эту модель их может быть несколько получат эти значения каким образом это выглядит создали user location model в каком-то месте мы подписались user location model user location subscribe и вот наш подписчик при получении каких-то данных выводит их на экран в третьем месте где мы создали модель мы говорим set location и передаем значение в данном случае это широта и толкота и подписчик выведет на экран received coordinates latitude longitude с этими значениями как я говорил одна из примитаций event баса классического была это библиотека от сейчас на гитхапе в описании этой библиотеки написано что проект уже депликейт потому как есть rx java и rx android и rx kotlin которые предоставляют тот же самый функционал плюс возможность модифицировать плюс возможность оперировать с пулами потоков то есть то что нету в отто библиотеке уже и она уже депликейт за ненадобность это было вкратце о rx библиотеке о ней можно еще продолжать рассказывать но я подозреваю что я и так уже занял достаточно времени есть ли у кого-то какие-то вопросы пока люди думают в презентации есть несколько ссылок одна из них ссылка на демо проект написанный на котлине со всем тем функционалом которые вы видели также в качестве полезных ссылок если вы не много работали с rx-java и rx-kotlin но хотели бы улучшить знания есть несколько ссылок вот это цикл статей который посвящен всем типам всем структурам используемой в rx-библиотеке рассмотрены все возможные операторы коих там нечисленное множество ссылка на официальный проект reactive x и некоторые другие ссылки в частности вот один из список всех rx-библиотек которые можно использовать на андроиде на этом я заканчиваю презентацию хочу сказать что в конце презентации есть некоторые примеры как может использоваться rx-plus live data рассмотрены некоторые использования rx-библиотеки некоторые операторы что они позволяют делать как они себя ведут в чем их преимущество как их можно использовать надеюсь оно будет вам полезно в частности рассмотрены те операторы которые были использованы в том observable transformer для подсчета ошибок для хендла ошибок расписаны все те операторы которые использованы repeat when materialize dematerialize flatmap zip до next и композит disposable который использован у меня в проекте если больше никаких вопросов нету то я заканчиваю презентацию я вам дякую за презентацию дуже круто презентація получилась питание по версиях одна уже я так называю другая версия уже доступна всюди и да все верно и советуют в общем-то советуют использовать вторую версию для того чтобы избежать потенциальной проблемы с backpress если если нету большой генерации большого потока данных который приходит к нам то можно использовать и первую версию использовать observable из rx java 1 который не рассчитан на backpress но если в том случае например если мы захотим использовать rx библиотеку для получения данных пускай от сенсора android то насколько вы знаете поток данных может быть очень большой в зависимости от того как мы подпишемся на вот эти события тогда стоит подумать что у нас может возникнуть проблема с backpress и использовать именно те observable которые рассчитаны на то чтобы с этой проблемой чтобы успешно совладать с этой проблемой окей понятно девчонки Спасибо.